2 апреля в развитых странах мира обсуждают проблемы людей страдающих аутизмом это нарушение развития и способности к общению проявляются у человека в первые три года жизни по статистике во всем мире один ребенок из 150 имеет диагноз аутизм но как мы заметили люди мало что знают об этой болезни и к сожалению большинство думают что люди которые имеют этот диагноз их нужно изолировать и они опасны для общества сегодня мы попытаемся опровергнуть этот факт и сегодня у нас гостях фатиме абдурайманов на руководитель социального творческого центра преград нет благотворительного фонда живая вода фатиме мы вас приветствуем нашей студии но вот мы знаем что как раз таки ваш творческий центр он занимается с такими детками особенными детками да и как показывает практика эти дети совершенно не опасны они в принципе и не отличаются от других детей точно так же они могут заниматься и танцами и актерским мастерством расскажите как это все происходит и чему вы их обучаете да вы правы на самом деле вот эти дети вот мы мы уже работаем с такими детьми с диагнозом аутизм более двух лет и мы поняли что наши дети это особенно идите вообще дети с диагнозом аутизм это особенные дети многие кстати говорят что это дети гений да это это дети гений потому что вы знаете вот они развиваются и с каждым из каждым разом видно что они фокусируются в в одной из областей, и в этой области они совершенствуются. Да, у нас в группе очень много детей, которые, например, могут прочитать, например, классическую книгу, что-то из классики, да, и знать эту книгу наизусть. Или, например, есть ребенок, который прекрасно играет на фортепиано в свои 14 лет, понимаете? Но вот в России до сих пор существует мнение, что таких людей нужно изолировать от общества. Вот почему? С чем это связано? Вы знаете, просто я думаю, что мы не понимаем этих людей, это особенные люди, они думают по-другому, они смотрят на эту жизнь по-другому, и мы должны научиться видеть их по-другому, понимаете? Что самое интересное, они-то думают, что они нормальные, а весь мир ненормальный, и нам нужно просто относиться к ним по-другому, принимать их такими, какие они есть, потому что на самом деле я с каждым разом делаю вывод, что это очень талантливые дети. Ну, они просто, они настолько необыкновенно интересные, просто нужно пообщаться с каждым, с каждым ребенком. Каждый ребенок расскажет что-то очень интересное. Ну, а ты расскажите, пожалуйста, чем ваш центр именно помогает этим детям? Дети в нашем центре занимаются актерским мастерством и хореографией. Во время этих занятий, во-первых, занятия проходят очень активно. К каждому ребенку предоставлен волонтер, то есть это персональный тренер, который во время занятий помогает ребенку, ну, помогает ребенку во время занятий, да, там, скажем вот так вот. Во время занятий дети раскрываются, они эмоционально насыщаются, да, там по психологии как бы есть, ну, говорят о том, что они, эти дети, они не эмоциональные. Вы знаете, на самом деле все можно исправлять, просто нужно подводить детей, да, там, приводить детей к хорошим специалистам, которые могут вывести детей из этого состояния. То есть... Замкнутости, да, закрытости. Состояние замкнутости, да, закрытости. Потому что наши дети, они все очень общительные. Каждый из них во время занятия прям хочет столько много рассказать. У нас даже иногда бывает, не хватает времени пообщаться, выслушать этих детей. Ну, вот вы говорите, что вы с ними занимаетесь танцами, да, актерским мастерством. А, помимо этого, еще какие-то уроки предоставляться, либо этого достаточной? Смотрите, на данный момент пока уроки актерского мастерства и хореографии. В дальнейшем мы собираемся еще, ну, открывать еще больше направления, и мы сейчас как раз этот момент продумываем. Как бы, я думаю, что ограничивать этих детей не стоит, потому что они развиты, ну, каждый из них талантлив, каждый из них, каждого ребенка можно, ну, я думаю, что нужно, вот именно нужно много направлений для того, чтобы найти именно то, что нужно для ребенка, как бы, понимаете? Ну, вот, а какому эффекту вы стремитесь? И, в принципе, через какое количество занятий он все-таки проявляется? Вы знаете, к какому эффекту мы стремимся? Для того, чтобы эти дети социализировались, для того, чтобы они могли... Вы знаете, есть очень много примеров детей с диагнозом аутизм, которые закончили школы, которые поступили в учебные заведения и получили профессию и работают. И я думаю, что такого эффекта можно достичь, и мы в это верим, потому что дети, они все могут, вот. И я думаю, что он, как бы, это возможно. И еще, знаете, вот вы говорите, что вы уже два года занимаетесь такими детьми, а вот уже есть какие-то шаги, уже продвинулись, в принципе, в развитии дети? Вы знаете, конечно, есть уже какие-то результаты. Например, там, ребята уже, как бы, у них хорошая память, и они полностью запоминают хореографию. Например, есть уже ребята, которые действительно, они так танцуют, и я думаю, что в будущем они могли бы быть хорошими хореографами, даже, может быть, хорошими танцорами, понимаете, или актерами. Ну, у них, знаете, вот если хорошо развивать, то у них хорошо развивается актерское мастерство, как бы. Вот, я думаю, что... Но, в принципе, тем самым вы социализируете детей, то есть вы готовите к тому, чтобы потом они могли в обществе себя чувствовать комфортно, либо, в принципе, им и не обязателен этот творческий центр, они и, начиная там с какого-то возраста, уже могут быть в обществе, находиться с людьми, либо же им обязательно нужно, получая сначала занятия. Ну, знаете, дети разные. Есть дети, которые уже, в принципе, могут быть в обычном обществе, есть дети, которых нужно вводить в это общество. Подтолкнуть надо. Подтолкнуть, да. Но, смотрите, у нас в центре есть специальные группы для детей с диагнозом аутизм, есть инклюзивные группы. Когда, например, мы видим, что ребенок уже может заниматься в обычной группе, и мы переводим этого ребенка в обычную группу, где он занимается хореографией с обычными детьми, также та же самая дисциплина, как и у обычных детей. Как бы вот так вот. Но вот все-таки говорят, что часто и главное родителей тоже подключать к воспитанию особенных детей, потому что родители, ну, понятное дело, они пугаются этого диагноза, да, они сами закрываются и все перекладывают на волонтеров. Насколько это правильно и как вы работаете с родителями? Вы знаете, очень важно, очень важно, чтобы родители видели своего ребенка необычным. Очень важно. И когда уже родитель понимает, что его ребенок необычный, это, знаете, для нас это очень огромная, большая помощь. Мы тогда начинаем сотрудничать с родителями, мы обмениваемся опытом, мы как бы, ну, мы обмениваемся опытом, и это дает возможность ребенку быстро расти и развиваться. Есть, конечно, родители, которые не могут, ну, знаете, им тяжело принять своего ребенка особенным, как бы. И мы ведем с такими родителями... Часто им тоже нужна такая помощь. Да, и мы ведем с такими родителями, как бы, психологическую помощь, мы поддерживаем таких родителей. Вы знаете, и в основном идет поддержка, ну, вот, когда родители общаются между собой, потому что, на самом деле, вы знаете, очень много родителей, которые понимают, что его ребенок особенный. А вот вы рассказали об инклюзивном образовании, да, вот, что это такое, можно более подробно? Инклюзивное образование, смотрите, ребенок приходит в обычную группу, вот, в обычную группу хореографии, с обычными детьми, да, там, допустим, в группе 20 человек, и, как бы, и вот он единственный такой у нас особенный. Вы знаете, что самое интересное, что дети вполне воспринимают этого ребенка, обычно воспринимают, и он обычно себя чувствует, да, там, как бы, вот, я думаю, что и, ну, у нас занятия по хореографии, да, там проходят, вот, и он занимается со всеми детьми наравне, как бы, вот так вот. Бывает, конечно, ребенок и балуется, бывает и, ну, показывает свои особенности, но все равно это интересно. Но, тем не менее, среди вот этого диагноза, да, есть такие симптомы, как то, что они боятся каких-то звуков, а вы говорите, что вы как раз-таки занимаетесь хореографией, это постоянная музыка, это их не пугает? Вы знаете, когда, ну, в то время, когда мы занимаемся в специальной группе, мы работаем с ними так, что они перестают пугаться звуков, перестают пугаться, там, чужих детей, людей, новых тренеров, потому что они все время видят, что во время занятий очень много волонтеров, с ними общаются, с ними, ну, интересуются, интересуются их мнением, интересуются, интересуются вообще ими, понимаете? Вот, и из-за этого, когда мы уже понимаем, что ребенка, в принципе, можно уже перевести в инклюзивную группу, ребенок уже заходит туда, как к себе в группу, в обычную группу, понимаете? Как бы вот так вот. А вот расскажите о волонтерах, что это за люди, и имеют ли они какое-то образование, то есть, либо это наоборот, только посыл души такой? Вы знаете, у нас волонтеров более 100 человек, есть волонтеры, которые имеют образование, и они нам очень помогают, да, и есть волонтеры, это ученики нашей школы, взрослые дети, это посыл души, вот, и они приходят, и они общаются с этими детьми, со своими сверстниками. Вы знаете, что я хочу сказать, что вот именно когда дети, их возраст приходят и общаются с ними, это даже идет больше, ну, больше пользы и больше реабилитации для этих детей, чем, как бы, придет, например, ну, как бы, профессионал. Но я не хочу никак там, ну, как бы, сказать о том, что, ну, просто я имею в виду о том, что когда дети общаются со своими сверстниками, это идет, ну, больше эффективность, понимаете? То есть они понимают друг друга. Ну, вот вы говорите, что в инклюзивных группах они как раз-таки общаются с обычными детьми, а вот как эти дети обычные, да, достаточно воспринимают особенных детей? Они воспринимают их обычно. Вы знаете, я вам хочу сказать, что им даже интереснее общаться с таким ребенком, очень интересно, потому что детям с диагнозом аутизм очень много есть чего рассказать. Просто мы знаем, что иногда дети бывают достаточно жестокими. Вы знаете, есть дети разные, не то что жестокими, может быть, они могут быть немножко поведенческими, но они не жестокие. Их нужно просто понимать, их нужно просто... В этот момент, когда, например, ребенок начинает там, как бы, ну, вести себя, может, как бы, ну, немного так, ну, бурно, можно сказать, да, в этот момент нужно просто должен быть просто особый подход, нужно просто подойти к ребенку, взять его, ну, взять его ручку, да, там, как бы, ну, то есть особый подход должен быть, как бы, вот так вот. Но они особо, они не жестокие на самом деле, они просто особенные. И еще раз напомните, как можно найти центр, к кому можно обратиться, да, и с какого возраста стоит приводить детей? Вы можете найти наш центр в интернете, благотворительный фонд социальных и творческих инициатив «Живая вода». Наш президент, руководитель Горькова Евгения Сергеевна. Президент нашего фонда, руководитель Горькова Евгения Сергеевна. Мы благодарим вас за сегодняшнюю беседу. И хотелось бы опять отметить, что в России, к сожалению, существует мнение, что люди, страдающие айтизмом, их нужно изолировать от общества, и что они даже опасны для людей. Но вот сегодняшние ваши слова доказали обратное, что на самом деле это особенные дети, особенные во всем, и они точно так же нуждаются в нашем с вами общении, да, и в наших силах предоставить такое общение. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Всего доброго, до встречи в эфире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова